А не пошли бы вы лучше петь? На этой неделе новый лють. Депутат певцов напомнил россиянам, что права и свободы вообще-то ничего не стоят, а настоящая ценность – это вера, царь и отечество. Вот за них и умереть не стыдно, но молодежь почему-то не хочет. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. А вообще, друзья, интересно, у нас компания в Думе подобралась. Один предлагает меньше есть. Не хватает денежных средств, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше, питаться, например. Второй кланится перед начальством, ибо власть, по мнению депутата Кожанова, из Мариэл, дана нам Богом. На зло власти делать нельзя, как евреи сказали, зрителям начальника, что надо сделать. Поклониться, власть дана Бога, как с ним можно ссориться, а мы все время потанчиво доказать, что ли. Вы, ребята, попросите гостя нашего привстать, нам тогда удобнее будет его в попу целовать. Третий вон почему-то решил, что ради Донбасса мы готовы отказаться от 13-й зарплаты. Включите Тайсаеву микрофон. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Ну да, ну да, не только от 13-й зарплаты, но и 14-ю, и 15-ю забирайте. Ну, господин Тайсаев, конечно, за мир во всем мире, но знаете ли, открою вам секрет, что большинство россиян не знают, что такое 13-я зарплата. Соответственно, им отказываться нечего. Так что вы выстрелили, но как-то мимо. Вы бы еще своим россиянам предложили за медальки до грамоты поработать, а вдруг они бы и согласились. Но прежде давайте пересмотрим и ваш способ заработка, где все ваши деньги уходят на лечение тяжело больных детей, а вам на зарплату всей страной собираем эсэмэсками. Ау, депутаты, не вижу радостных лиц. Широкие вижу, наглые вижу, а поддерживающих мою инициативу нет. А, видимо, все заняты чтением обращения к российскому президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Так я вам скажу, что за такое обращение проголосовал 351 человек. 16 оказались против, 1 воздержался. Песков заявил, что, несмотря на это, он пока вообще не в курсе, какое решение примет его президент. При этом добавил, что хоть Россия и не безучастна к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям. Все, друзья, расходимся. Войны не будет. Россия то ли проспала, то ли передумала. И слава богу, что Ванга не из Америки, потому как после смерти Сурка, предсказывающего погоду, в США по одному месту пошла вся система предсказаний. Слушайте, а может ситуацию поменяла громкая фраза Байдена «Вы нам не враги?» На этой неделе с речью он обратился к россиянам, призвав нас отказаться от соседского кровопролития. Взамен пообещал не размещать на территории Украины свои ракеты. «Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы для нас не враги. Я не верю, что вы хотите кровавую и разрушительную войну с Украиной». И вы знаете, вроде плохого-то ничего не сказал, хоть и по делу мало, но россияне, среди которых нас с вами не было, восприняли его речь в штыки. «Мы отряды Путина услышали тебе, Байден, сегодня твое обращение. Но мы тебе не верим. И твою лапшу, которой ты вешаешь на всю Россию и на весь мир, и вот эта лапша, мы не успеваем ее сбрасывать с себя. Убери ты ее. Не верим мы тебе. Кто такая Америка, чтобы на нас напала?» «Байден, мы тебе не верим. Не верим, не верим. Ты сколько раз можешь нам врать?» «Байден, ты Советский Союз развалил? Больше у тебя этого никогда не получится». «Да-да-да-да, Байден, и перестань выкручивать лампочки в подъездах. А еще наши дороги разбивать и чиновникам нашим в головы бредовые идеи засовывать. Потому как курс относительно Украины Кремль, видимо, поменял, но поставить в известность своих слуг народных забыл. Оттого и бед в России поприбавилось. Две существующие догнала третья жажда чужой 13-й зарплаты. «Вор в законе, считаете?» «Вопросы не понимаю». «Ну, вор не вор». «Депутатом Государственной Думы не являюсь». «Раз, два, три, четыре, пять. Гинзбург вас идет искать». Несколькими неделями ранее Центр имени Гамалей объявил начало испытаний детской вакцины «Спутник-М». Подопытными должны были стать дети в возрасте от 6 до 11 лет, не имеющие антител к известному вирусу. И знаете что? А таких детей не нашлось. По крайней мере в Москве, когда все изъявившие желания начали проходить предскрининг, выяснилось, что отрицательных по антителам среди них просто нет. Оказалось, что все участники в той или иной степени, но уже сталкивались с различными штаммами вируса. А это значит, что фактически имеют антитела и вирус им уже не страшен. Опачки, приехали. Они тут значит для наших детей вакцину придумали. Настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации. А по факту оказалось, что ставить-то ее и некому. Вот это горе огорчение. А я вам, уважаемый Гинсбург, добавлю, что если бы тесты на антилане стоили столь дорого, то большинство родителей с удовольствием бы принесли вам справки с достаточным количеством антитела у детей. Ну, потому что, посмотрите, вокруг пандемия сходит на нет. Кто-то привился, кто-то переболел, кто-то ни то, ни другой и тоже счастлив. Так вот, теперь внимание вопрос. Какого хуя в школах и университетах детей заставляют колоться или предъявлять ПЦР-тесты? А я вам скажу такое сплошь и рядом. Я вас слушаю, вы говорили сдавать ПЦР-тесты? Я еще раз вам говорю. Ему было четко и ясно сказано, что если ребенок не вакцинируется, то за два дня до сдачи демоэкзамена он должен предъявить ПЦР-тест. Понятно, да, дети весь год учатся вместе, сидят за одной партой, курят одну сигарету. А вот к экзаменам допускают только по ПЦР-тесту. Так и ладно, если бы стоил копейки. А то, помнится, не так давно справедливо рос Олег Нилов на всю страну обозначил закупочную стоимость материала и реактивов. Оказалось, что она не превышает 150 рублей, а клиники предлагают эту услугу за полторы, а то и две тысячи рублей. По словам депутата, разобраться со столь завышенной ценой он попросил ФАС и прокуратуру. Затем с предложением установить максимум в размере тысячи рублей за тест выступил охранник здоровья Сергей Леонов. С такой инициативой в начале декабря он обратился к Голиковой. Но вот сыны не там! Я не я и бэха не моя. На этой неделе стало известно, кто же все-таки виновен в смерти пожилой женщины, скончавшейся в день всех влюбленных. И ладно бы это была стрела Амура, но нет же, оказалось, что пенсионерка погибла под колесами единоросса Буданова, который, кстати, после наезда тут же смылся сам, а также смыл машину и замел следы аварии. Но правоохранителям все-таки удалось вычислить виновника ДТП. И что самое интересное, под прессом доказательств Буданов сознался в содеянном. Правда, сообщил, что он вовсе не Буданов, не единоросс и имеет другую дату рождения, а бабульку довез до медучреждения, потому что случайно оказался рядом. Да-да-да-да, что он перед этим покурил, до сих пор остается загадкой. Но полицейские, знаете ли, оказались не пальцем деланы и быстро вывели хитрожопого депутата на чистую воду. Теперь в обстоятельствах дела будет разбираться следствие. Но вскоре выяснилось, что ранее чиновник уже был замечен в подобном происшествии. В 2013-м он сбил ребенка и свою вину признал только так же, спустя сутки. И если в прошлый раз избежать наказания ему все-таки удалось, лично мне непонятно, кого в тот раз посадили, то после гибели пенсионерки Буданову может грозить срок до 12 лет лишения свободы. Ваш выход, господа единороссы. Ждем очередной опус на тему неизлечимой болезни женщины бросаться под колеса белых машин или невозможности найти ответа на вопрос, а был ли депутат. Сначала Закускин, теперь Буданов. Что же вас всех, депутаты Единой России, так на пенсионерок-то тянет? Зато теперь, пока устанавливается вина подозреваемого, российские школьники могут позволить себе делать домашку, не отходя от трупа. В Тобольской пятой школе восьмиклассникам задали вопрос на тему, как быстро остывает труп. Но не для того, чтобы вычистить преступника, а чтобы преступник смог создать себе алиби. Не, ну а че, нормально? Нами же единороссы правят. Если бы Буданов хорошо учился в школе, то он бы и алиби придумал, и машину бы сжечь успел, потому что, ну не то нынче образование, не то, друзья. Но самое интересное, что учитель биологии, предложившая эту задачу, ничего криминального в этом не видит. Утверждает, что подобное задание помогает развивать математическую и функциональную грамотность. Нет, по ее словам, у детей и негатива по поводу смерти. Ну, типа она неотвратима, и ребята это прекрасно понимают. Это-то да, но вы задачу еще раз перечитайте. Ведь в ней детям предлагается выступить не следователями, а убийцами с целью придумать себе алиби. И если это не рофл, то землю остановить. Мне кажется, что выйти надо уже не только Вите. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Но мы с вами увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.